Машиностроительный факультет, кафедра нанотехнологии и металлургии. Авторы. Старший преподаватель доктор PHD Сербакова Елена Петровна, старший преподаватель доктор PHD Дасаева Ардак Мухамедеевна, докторант Алина Арайлым-Алтенбековна. Сарагандинский технический университет, кафедра НТМ. Лекция 4. По дисциплине современные наукоемкие нанотехнологии. На тему нанотехнологии по специальности металлургия. Цель дисциплины. Дисциплина. Современные наукоемкие нанотехнологии. Ставит целью обучить будущих специалистов основам теории и технологии производства наноконструктированных материалов. План лекции. 1. Определение технологий и нанотехнологий. 2. Методы получения наноматериалов. 3. Механические методы получения нанопорошков. 4. Методы физического дисциплирования. 5. Нанобиотехнологии. 6. Пиролиз. Термическое разложение. 7. Способы консолидации наноразмерных порожков. Определение технологий и нанотехнологий. История технологий. Основная часть эволюции человечества, начиная с самых ранних цивилизаций. Технология в виде ремесил. Выражала интеллект человека до появления языка и письменности. Она древнее, чем искусство и значительно более древнее, чем наука. Технология использования огня, пожалуй, была одной из первых. Технология позволила человеку преодолеть ограничения, связанные с его биологическими возможностями и овладеть энергией, веществом информации. С ее помощью расширена среда обитания и создан искусственный мир, в котором мы живем. Технология по мере своего развития отрывается от своей основы и в настоящее время развиваясь по своим законам. Стала полностью автономной. Это автономия от общества, природы и человека. Пока мнимая, поскольку создана техносфера и ее объекты не обладают свойством саморазвития. Эволюция техносферы происходит внутри биосферы. Однако внутри техносферы происходит создание самого производящихся элементов, использующих информационные технологии. Технология – это совокупность способов, методов, приемов, средств, поиска, добытки, обогащения, обработки, переработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы, сырья, материалов, полуфабрикатов, взятых в виде вещества, энергии, информации, продукты потребления и промежуточные продукты. Изделия, веще, осуществляемые в процессе производства в различных отраслях народного хозяйства. Технологии реализуются в технологических процессах, образующих полный технологический цикл, состоящий из последовательности операции от поиска сырья до утилизации использованного продукта. Информация о технологических процессах заключена в единости с теми технологической документации. Существуют критерии технико-экономической эффективности технологических процессов. Конечной целью технологии является производство материальных благ в замкнутом безотходном технологическом кольце без участия человека. Общая классификация технологий. Вещественные технологии преобразуют исходное сырое вещество в конечный продукт, искусственную вещь, путем изменения его состава и структуры. Классификация вещественных технологий. По типу используемых специфик это электронные, фотонные, нейтронные, ядерные, ионные, атомные, плазменные, молекулярные. По процессам это физические, химические, микробиологические, геноинженерные. По свойствам полупроводниковых веществ кристаллов. По размерам нанотехнологии, мезотехнологии, макротехнологии. Энергетические технологии преобразуют особые вещества энергоносителей или прямую энергию, взятую в низкоупорядоченную и механической тепловой форме, высокоупорядоченную, электрическую и световую форму. Классификация энергетических технологий по типу энергоносителей. Это гидротехнология, угольная, газовая, нефтяная, ядерная, водородная, солнечные батареи, геотермальная, ветротехнология. Информационные технологии преобразуют информацию из неорганизованной формы в виде фактов, данных, сведений в конечный продукт в виде организованной информации. Это базы знаний, экспертной системы, искусственного интеллекта. Информационные технологии. Совокупность систематических и массовых способов, приемов и методов сбора первичной информации в виде сырья. Данных, подготовки, передачи по информационному каналу, последующим накоплением. Сортировка, формализация, сжатию, архивирование, защитие, хранение, выводу, воспроизведение и фиксация. То есть представление в виде организованного, структурированного информационного продукта, знания. Вершиной информационной технологии станет создание глобальной информационной супермагистрали. Основные направления развития современных технологий. Переход от дискретных процессов к непрерывным. Внедрение замкнутых безотходных технологий. Переход к высоким технологиям, использующим новейшие достижения науки и техники. Опережающие развитие информационных моделей, технологий при разработке, проектировании и функционировании естественных энергетических технологий. Нанотехнологии, как наука, это междисциплинарная область науки, которая изучает закономерности физико-химических процессов в пространственных областях, нанометровых размеров с целью управления отдельными атомами, молекулами, молекулярными системами. При создании нанокластеров, наноструктур, наноматериалов, наноустройств и наномашин, созданных функциональными физическими, химическими, биологическими свойствами, нанотехнологии относятся к классу в естественных технологий. Нанотехнологии. В совокупности способов, методов, приемов и средств, применяемых при изучении, проектировании, создании и использовании частей, структур, систем, материалов, устройств и машин, включающие целенаправленный контроль и модификацию состояния, формы, размеры, интеграции и модификации, составляющихся нано-мастабных элементов, для получения объектов новыми, функциональными, физическими, химическими, биологическими и информационными свойствами. Нанотехнология. Общий термин, объединяющий технологии. Методы и процессы, включающие необходимый этап манипуляции с веществом на молекулярном атомном уровне, а также технологии создания систем, имеющие по крайней мере по одному измерений размер менее 100 нанометров. Эти системы могут обладать совершенно новыми физическими и химическими характеристиками, в результате чего их свойства будут отличаться от отдельных атомов и молекул, так и от свойств массивного материала. Нанотехнология относится к технологиям, организованным по принципу «снизу-вверх». Сборка макроструктуры производится из элементарных блоков – атомов, молекулок, кластеров, нанотрубок, нанокристаллов, наноструктур. Эти элементы в контролируемом процессе сборки или самосборки размещаются в требуемом порядке. Однако сборка макрообъекта, последовательная укладка атомов в условиях массового производства требует громадного времени. Реальным способом может являться только управляемая самосборка или самоорганизация макрообъектов, подобная существует и в биологических системах. Принцип минимума энергии. Всякая система стремится перейти в состояние, когда ее энергия минимальна. Если энергия атомов в пенимолекул при объединении в систему при определенных положениях и ориентация будет уменьшаться, под действием химических связей, то самосборка атомов в классе произойдет автоматически. При создании сложных иерархтических структур, подобным биологическим структурам, дополнительно требуется информационная программа. Методы получения наноматериалов. Классификация нанотехнологий основана на природе основного процесса, приводящих к синтезу наноматериалов. Методы получения наноматериалов разделяются на механические, физические, химические, биологические. К основным классам нанотехнологий относятся эпитаксиальная технология. Эпитаксия – это ориентированный рост одного монокрестала на поверхности другого или подложки. Нанолитография. Литография – это способ плоской печати, при котором печатной формой служат твердые печати, которые вдавливают рельеф в подложку. Зондовые нанотехнологии. Методы получения нанотехнологий. Измельчение твердых материалов. Диспергирование жидкости, расплавов. Физическое вакуумное осаждение. Химическое вакуумное осаждение. Лазерная абляция. Золь-гель метод. Химическое осаждение. Синтез нанотехнологий. Гидротермический синтез. Пиролиз. Пазмохимический метод. Механические методы получения нанопорошков. Измельчение твердых материалов. Механосинтез. При изроблении до крупных сетей расход энергии пропорционален объему разрушаемого тела. При получении наноразмерных сетей работа измельчения в основном пропорционально площадке образующей поверхности. Механическое измельчение производят шаровыми мельницами. Пистицы хрупких материалов приобретают осколочную форму. Пистицы пластических материалов в тешуйчатую форму. Технологический цикл дроблений длится от 1 до 100 часов. Шаровых мельницах до нескольких суток. В вибромельницах до 300 часов. Пример. При механосинтезе в вибромельнице сплава железа, никель, железо, алюминий достигается высокий уровень сплавления с размером сетит нанопорошков от 5 до 15 ампер нанометров. В системах никель, алюминий, железо, алюминий, медь, алюминий образуют интерметалиды. На рисунке 1.1 показана висевая мельница для ковки с металлов. Основные ударные и стирающие усилия возникают при соударении в частиц самого материала. В работе камеры пропеллеры вращаются в противоположных направлениях с равными скоростями 50 оборотов в секунду. Измельченные частицы удаляются из рабочего пространства в приемную камеру. В рисевых мельницах отсутствует загрязнение порошка материала мельницы тела. Преимущества. Сравнительная простота технологии, универсальность, возможность получения порошков, слабых интерметалидов и композитов. Недостатки. Не получаются порошки с одинаковым размером. Из заданной формы частиц всегда происходит частичное загрязнение порошков продуктами рабочей теломельницы. Преимущества. На рисунке 1.1 ящевая мельница. Под номером 1 рабочая камера, 2 пропеллеры, 3 бункера, 4 насос, 5 приемная камера, 6 отсадочная камера. Интенсивная пластическая деформация. У нас два рисунка. Включение под высоким давлением. Образец помещается между пуансонами и сжимается до нескольких гигапахт-кили. Верхний пуансон вращается. С правой стороны получается равноканальное угловое приставание. Образцы неоднократно продавливаются через два канала с одинаковыми подвижными течениями, соединенными подвижным углом. Кавитационно-гидродинамический метод. При подаче ультразвука сектой выше 16 кГц в жидкость образуются кавитационные пузырьки газ, которые схлопываются, создавая ударные волны с давлением 1000 мегапаскалей, которые механически разрушают поверхность обраста, находящихся в жидкости. Метод дистанционного синтеза в промышленных масштабах. Взрывая смеси средниц от улова и гексогена в соотношении 50 на 50, в специальных камерах создавая давление 15 мегапаскалей и температуру 3000 кельвинов в течение до 50 секунд. Получают наночастицы алмазов размером 4-5 нанометров с 8-9% выходом конечного продукта. Методы физического диспергирования. Распыление струи, расплава жидкости или газом. Тонкая струя расплавленной жидкости подается в камеру, где развивается она мелкие капли потоком сжатого инертного газа или струей другой жидкости. Диспергирование перегретых металлов приводит к образованию однородных по составу и размерам скисток. Степень территорийности можно менять скорость охлаждения. Порошок имеет размеры скисток от 50 до 100 нанометров. Спиннингование. Это закалка из жидкого состояния. Охлаждение расплава на поверхности быстро вращающегося барабана дает тонкие ленты металлов в амфорном состоянии. Скорость охлаждения не менее 10,6 степени секунд. Образцы нанокристаллических лент. Никель-алюминий имеет размеры зерна от 50 до 12 нанометров. Метод испарения кондитации. Это газофазный синтез. Вещество помещается в фигель и стукопластик материалов вольфрама, тантала, графита или стеклоуглерода. Подают большой энергию на образец лазерам, электронным пучком, электродуговым разрядом. Он испаряется и затем охлаждается на охлаждаемой поверхности. Вакуум – это сублимационная технология. Содержит стадии. 1. Готовится раствор исходного вещества, растворитель эфира, жидкий азот. 2. Замораживание раствора. 3. Удаление кристаллитов, растворитель путем возгонки. 4. Остается слабо связанное поистое тела кристаллитов. 5. Механическим воздействием на поистое тела получают нанопорошок. Контролируемая кристаллита из амфорного состояния, амфорные сплавы переходных металлов с неметаллами, феррум-бром, феррум-силициум, бром-сбор, петан, никель, кремний путем изменения температуры отжига получают размеры кристаллитов от 20 до 200 нанометров. 6. Метод химического диспергирования. 7. Метод осаждения. Из растворов солей и металлов с помощью осадителей получают гидроксиды металлов. Осадителем являются силованные растворы. 8. Гидроксид аммиака. 9. Гидроксид нация. 10. Гидроксид калия. Общая реакция процесса. Представлена схема. Путем регулирования pH и температуры раствора достигаются высокие скорости кристаллизации. И образуются нано-порошки размерами от 10 до 150 нанометров. Форма частиц сферитика, чешуйчатая, игольчатая или неправильная получает изменение параметров осаждений. Зол, золь, гель, метод осаждений из коллоидных растворов. Дисперсные системы, гетерогенные системы из двух или более фаз сильно развиты поверхностью разделы между ними. Одна из фаз образует непрерывную дисперсионную среду, по объему которой распределена другая дисперсная фаза в виде мелких чердых сетиц, капель или пузырьков. Коллоидные системы – это дисперсионные системы с частицами дисперсной фазы от 1 до 100 нанометров. Золь – это коллоидная система с жидко-дисперсионной средой. Мицеллы – это частицы дисперсионной фазы золя. Гелии структурированы коллоидной системой с жидко-дисперсионной средой. Гелии – это структурированные тела. С частицы дисперсной фазы соединены между собой в рыхлую пространственную сетку, которая содержит в своих ящейках дисперсионную среду, решая текущие систему в целом. Коагуляция слепания частиц дисперсной фазы в коллоидных системах. Метод золь-гель заключается в осаждении изводных растворов нерастворимых металлических соединений в виде геля и с последующим их восстановлением. В золе твердая фаза состоит из дискретных частиц, а в геле эта фаза образует трехмерный каркас в жидкой фазе. Сначала получают золь, а после сушки – гель. Перевод золя в гель осуществляют удалением лишней воды. Гели образуются при коагуляции золя. Из геля получают нанопорошки. Нанопорошок оксида титана получают гидролизом титанил сульфата. В полимерных системах гель образован из длинноцепных молекул, которые далее сшиваются друг с другом в плотные сетки. Преимущества методов отрождения. Простота аппаратуры, экономичность, свойства конечных порошков регулируются в ходе их получения. Возможны двойные и тройные композиции с равномерным распределением компонентов. Недостатки. Многостабильность процесса. Потеря части продуктов в гельевом осадке. И невысокая производительность. Нанобиотехнология. Нанобиотехнология – это направление в нанотехнологии. С целью создания продуктов с использованием наноразмерных биообъектов, биоструктур и процессов. Аналогичным с существующим в живой природе. Это биохимические процессы. Происходят между макромолекулами на наноуровне. Таким образом используются биологические методы для получения наноматериалов. Пример. Наноматериалы могут производиться в биологических системах ферритинов и связанных с ними белков, содержащих железа. Ферритины – это класс белков, обеспечивающих живым организмом возможность синтезировать все титогидоксиды и аксифосфатов железа. Их биологические функции состоят в хранении и транспортировке железа и обезврежении при отравлении организма железом. Молекула ферритина состоит из 20 средств ферритских белковых истейек типа раковин с внешним диаметром 12 нанометров и внутренним диаметром 8 нанометров. Истейки самоорганизуются, формируют структуру с каналами, по которым ионы железа проникают внутрь или выходят наружу. Умлекопитающих молекул ферритин и ферритина содержат сетицию минерала феррегидрита – октигидрогидритит трехвалентного железа диаметром 6 нанометров. Получение биологических материалов состоит в удалении ферритина из раковины и синтеза в ней других соединений. Если заполнить раковину магнититом, то полученный материал магнитоферритин обнаруживает спетофильские магнитные свойства. Если заполнить раковину сульфидом к адме, то получаем наноразмерный полупроводник. Схема молекул ферритина. В черном показано дополнение соединений железа. Магнетотактические бактерии содержат степочки наноразмерных от 40 до 100 нанометров, однодоминных сетей магнитита и являются биологическими источниками магнитных снано-сетей. Существуют микроорганизмы, извлекающие металлы из природных соединений. Бактериальное высвелачивание. Меди и сульфидных материалов. Урана и цинка. Из руд применяются в промышленности. В лабораторных условиях микроорганизмы извлекают марганец, висмут, свинец, германия из бедных карбонатных руд. Направление исследований в нанобиотехнологии. Фундаментально ориентированные исследования био-наноструктур. Инженерия, жилые ткани и регенеративная медицина. Биосовместимые импланты. Неотторгаемые и замещающие организмы. Наноструктированные лекарственные препараты и соответственная доставка. Визуализация молекулярных био-наноструктур для диагностики организма на молекулярном уровне. Биофотоника. Свечения биомолекул как фотосенсоров. Биоаналитические мембраны для аналитического и диагностического определения молекул. Молекулярные биосенсоры для обнаружения идентификации биомолекул. Биотипы и лаборатории на одном типе для обнаружения вредных веществ. Функциональные макромолекулы для электронных переключателей. Фотоэлектроники, нанометанических, наногидравлических и других компонентов гибридных биоэлектрометанических систем. Фиролиз. Это термическое разложение. Наночастицы могут образовываться в результате разложения при высокой температуре. Фиролизом формиатов железок, кобальта, меди, вакууме или инертном газе при температуре от 370 до 530. Кельвин получает диспенсерные порошки металла с средним размером. Считает от 100 до 300 нанометров. Плазнохимический способ испаряется источник металла, поры которого взаимодействуют с реакционным газом. Используется мискотемпературная от 3000 до 8000 келей, азотная, углеводородная, аргонная плазма, дугового, слеющего и сущего разряда. Это основной способ получения нанопорошков, нитридов, боридов, карбидов и оксидов. Плазменным способом получим нанопорошки железа, кобальта, молибдена, титана. Исходное сырье металлы, неметаллы, галогениды, карбонизаторы, карбидизаторы. Схема установки для получения нанопорошка, плазменные струи. Первая – киди с образцом, вторая – плазматрон, третья – плазма, четвертая – зона кондитации, пятая – пластинчатые охлаждаемые сборники, наноматериалы, шестая – емкость для сбора готового продукта. Способы консолидации наноразмерных порошков. Технологические процессы – спекание, прессование, прокатка, экструзия, как способы консолидации наноразмерных порошков. Увеличение дисперсности порошков повышает отгезиозную активность, склонность к агрегированию и освобождается снижением их уплотняемости при прессовании. Прессование – это технологическая операция образования порошковой формы с заданными размерами и плотностью. Статистическим одноосным прессованием компактируют смеси нанопорошков. Гидростатистическое прессование – порошок засыпает в золотистую оболочку и помещает в герметичную рабочую камеру, в жидкость, масло, вода, глицерин, на которую создают внешнее давление. Динамическое прессование нанопорошков ударными волнами позволяет преодолевать силы адгезионного сцепления за счет быстрого движения спекания, процесс нагрева и выдержки порошковой формовки при температуре ниже точки плавления основного компонента с целью обеспечения заданных механических и физико-схемических свойств. Спекание необходимо проводить так, чтобы размер диори не увеличился. Работная температура порядка 0,5 температуры плавления. Так получают наносистемы никель, алюминий, алюминий, 2О3, цирконио-2. Прессование с последующим спеканием консолидируют наноалмазные композиты, металлы. Необий, вольфрам, сантал, молибген, никель, хобот, карбиды, карбид титана, карбид необия, карбид вольфрама. В композиции карбид металл, актив алюминия, ультразвук применяют для получения высокой плотности нанопорошков, разрушаются агломерации частиц, уменьшаются упругое последействие в прессовке в 3-4 раза. Ультразвуковое воздействие эффективно при прессовании изделий нанопорошков активной керамики. Прокатка нанопорошков осуществляется путем направления нанопорошков в область двух вращающихся навстречу друг другу валов. Силами трения порошок увлекается в зазор между валами и уплотняется после них. Консолидация возникает из-за наличия пор между частицами. Так получают промежуточные слои для диффузной сварки разнородных металлов. Исходными являются порошки железо, никель, кобальт, медь, молибден и вольфрам. Экструзия. Это метод прессования состоящих в продавлении порошка через узкое отверстие. Пользователь материала после экструзии стремится к нулю. Метод применяется для плохо прессуемых стукопластных материалов и их соединения. Приветствую вас, друзья мои! Сегодня мы поговорим о нанотехнологии. Об этой науке в последние годы говорят все, даже те, кто не понимает, что же это такое. В переводе с греческого языка «нанос» означает «карлик». В современной терминологии эту приставку используют для обозначения одной миллиардной доли целого. То есть один нанометр – миллиардная доля метра. А «наноарбуз» обозначал бы одну миллиардную долю арбуза. Однако такие мизерные размеры очень тяжело себе представить. Чтобы лучше понять, насколько они малы, используем аналогии. Возьмем монетку, достоинством в одну копейку, и наш земной шар. В таком же соотношении друг к другу находятся нанометр и метр. Другая аналогия – слон и блоха. Если слона уменьшить до размера микроба, также уменьшенная блоха на его спине станет размером как раз с нанометр. А вот если уменьшить до нанометра сборную России по футболу, то она могла бы играть в футбол атомами. Толщина обычного листа бумаги была бы для нее равна 170 километрам. Нанометрами измеряют размеры самых примитивных существ. Например, длина вируса в среднем 100 нанометров. На уровне от сотен до нескольких единиц нанометров проходят процессы фундаментальной важности. Химические реакции, задается строгая геометрия кристаллов, структурируются белки, строительные блоки всего живого. Вот на этом уровне и работают нанотехнологии. Для точного исследования нужно измерять структуру и свойства материи, ведь простого представления о том, как идут процессы, недостаточно, чтобы на них влиять. Предположим, при помощи современных методов ученые получили картинку наноструктуры. Но как установить точные размеры того, что мы видим на схематичном изображении? Вы не поверите, но для этого используют обычную линейку. Но только выглядит она немного необычно. Наночастицы измеряют особой линейкой, сделанной из слоев кремния. Каждый слой толщиной всего лишь в один атом. Почему выбрали кремний? Потому что инженерам лучше всего удается обработка именно этого вещества. Расстояние между его атомами равно 0,3 нанометра. Не меньшая изобретательность потребовалась, чтобы измерять другие величины в наномире. Например, как определить силу сцепления молекул белка в живой клетке? Ведь эта сила в триллион раз меньше, чем весит обычный мобильный телефон. Задача не из простых. Но ее решили. Ученые осторожно при помощи оптических пинцетов, то есть идеально сфокусированных лучей света, тянули молекулы в разные стороны. Может возникнуть вопрос. Зачем человечеству нужно столь глубокое проникновение в материю? А затем, чтобы создавать структуры, придающие материалам и различным устройствам не только полезные, но порой просто необыкновенные свойства. Именно этим занимается наука нанотехнология. Например, можно взять наночастицу лекарства, поместить ее в нанокапсулу и ввести точно в больную клетку, при этом не повредив соседние здоровые клетки. Другой вариант – создание фильтра для воды. Его многочисленные каналы диаметром в нанометр пропускают молекулы воды, но оказываются тесны для вредных примесей и болезнетворных микробов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Электроника – одна из самых бурно развивающихся областей физики. Именно она определила облик современного мира информационных технологий и эру компьютерной техники. Не случайно, что сегодня самый массовый промышленный продукт – это транзистор. Современная электроника невозможна без передовой физики и нанотехнологий. Нанотехнологии – это практическая область знаний, которая позволяет с высокой точностью исследовать новые материалы и создавать приборы, размеры которых столь малы, что свойства материалов или приборов существенно улучшаются. Обычно это размер от единиц атомов до 100 нанометров в одном из направлений. Первый транзистор был изобретен в 1947 году, а уже в 1959 появилась первая микросхема, состоящая из пары транзисторов. Эти открытия были сделаны на образцах, собранных буквально на коленке, но продемонстрировали революционные принципы, поэтому оба по праву удостоились Нобелевской премии. Развитие технологий быстро воплощало новые принципы в качественные приборы. И в 70-х-71-х годах были созданы первые микропроцессоры Intel D4004, содержащие уже более 2000 транзисторов. Сегодня самые современные процессоры имеют до 5 миллиардов транзисторов. Согласно закону Мура, размеры транзисторов и все микросхемы постоянно уменьшаются. В 90-е годы настала эра нанотехнологий. Толщина используемых слоев стала меньше микрона, и в 2000-е годы размер транзистора снизился до 100 нанометров. Физическая идея, принцип и высокие технологии для ее воплощения. Такая схема исследований использовалась во все времена. И сейчас поиск инноваций для электроники будущего ведется в университетских лабораториях всего мира. МИФИ не стал исключением и развивает исследования в области некремниевой электроники. Этот центр создавался по инициативе нашего ректора Михаила Николаевича Стриханова. И за эти 5 лет создания он стал по праву крупнейшим центром по некремниевой электронике в России. Сейчас здесь сконцентрированы ресурсы научно-исследовательского и лабораторного оборудования на сумму более миллиарда рублей. И в данный момент это порядка 7 лабораторий и 12 технологических участков, которые оснащены по лучшим мировым стандартам. Сейчас этот центр решает задачи по созданию электронной компонентной базы на некремниевых материалах, гетероструктурах. И это синтез физики, высоких технологий и прикладных задач, когда мы можем довести наши разработки до уровня опытных приборов и продемонстрировать их характеристики потребителю. Это заказчику, который готов воспринять наши прототипы для промышленного тиражирования на заводах. В центре работают порядка 45 человек. Из них очень многие пришли после окончания МИФИ, после окончания базовых кафедр. Ребята активно работают, им интересны высокие технологии. Конечно, ничто не обходится без современного, очень сложного технологического оборудования, которое позволяет решать актуальные задачи на острие науки и технологий сегодняшнего дня. В центре существует специальное климатическое и инфраструктурное оборудование. Это специальная водоподготовка, подготовка воздуха. Класс частоты от 1000 до 100 тысяч пылинок на кубический метр. Это очень высокий уровень частоты, поэтому все работники центра носят специальную одежду и проходят подготовку. Конечно, современные материалы, современные системы – это высокий уровень нанотехнологий при создании приборов, очень высокий контроль за процессом, когда мы должны измерять и размеры, и состав, и глубокое понимание физики явлений процессов, которые лежат в основе функционирования этих приборов, которые мы предлагаем развивать. На сегодняшний момент это гетероструктурная электроника на основе А3Б5. Это соединения алюминия, галлия, индии, арсениды, фосфиды, нитриды, галлия, алюминия. Это составные соединения, которые, в отличие от кремния, позволяют достичь большей скорости электронов, больших мощностей, меньшего шума и за которыми будущее современной электроники. Такие системы обычно содержат большое число слоев, для их создания требуется привлекать квантовые расчеты, для применения их это космическая отрасль, связь, радиолокация. Даже любой сотовый телефон, который есть сейчас у всех, содержит большое число схем, созданных на некремниевых структурах. В наноструктурах возникает качественно новая физика, связанная с квантовым характером движения электронов. Например, энергия электронов начинает увеличиваться при уменьшении размеров кристалла. Электроны в тонком проводящем слое меняют свои свойства, образуют стоячие волны. В гетероструктурах скомбинированы несколько полупроводниковых слоев различного состава. Без гетероструктур стало бы невозможным создание эффективных лазеров, работающих при комнатной температуре. Исследование гетероструктур привело к открытию новых явлений, таких как квантовый эффект Холла. Оказалось, что при низких температурах и в сильном магнитном поле поперечное электрическое сопротивление образца принимает дискретные значения, которые связаны с комбинацией мировых констант, постоянной, планка и зарядом электронов. Причина явления кроется в недрах квантовой физики. За это открытие присуждены две Нобелевские премии. Современные нанотехнологии позволили создать материалы толщиной всего в один атомный слой. Пример этому – графен. Один отдельно взятый слой графита. Он уникален по нескольким причинам. Это самый тонкий из проводящих наноматериалов, электроны в нем имеют очень низкую массу и движутся очень быстро, в сто раз быстрее, чем в кремнии. Графен хорошо проводит ток и в то же время прозрачен. Он необычайно прочен, в сто раз прочнее стали в пересчете на наноразмеры. Графен – рекордсмен и по теплопроводности, превосходит в этом даже алмаз. За открытие уникальных свойств графена наши соотечественники Геем и Новоселов получили в 2010 году Нобелевскую премию. И вновь открытие делалось практически на коленке. Для отщепления отдельных атомов слоев от графита ученые использовали канцелярский скотч. В 2008 году первые образцы графена размером в единицы микрон были самым дорогим материалом на планете. Но уже за пять лет технологии его получения продвинулись настолько, что себестоимость снизилась, и сегодня он активно применяется в промышленности для создания прозрачных электродов в мониторах, сенсорных экранах и датчиках. Мы с вами находимся в лаборатории молекулярно-лучевой эпитаксии. Это греческий термин, который означает наращивание кристаллических слоев друг над другом. В данной лаборатории выращиваются многослойные монокристаллические совершенные кристаллы, которых не удается получить в природных условиях. Здесь, в данной установке, находятся условия космического вакуума, где на монокристаллическую подложку напыляется слой за слоем с атомным контролем толщины слои различных полупроводниковых соединений. В результате мы получаем гетероструктуру, которая выглядит как монокристалл. Она столь тонка, что глазом ее не видно, но можно различить изменения цвета. Такие гетероструктуры содержат от 10 до нескольких десятков слоев. Толщина активных слоев составляет от 1 до 100 нанометров. И в данном случае эта структура применяется для изготовления высокочастотных транзисторов с частотами работы до 40 ГГц. В данной установке происходит рост кристаллических соединений алюминия, галлия, индии, мышьяка и легирование их кремнием. При этом электроны сосредоточены в очень узком тонком слое толщиной всего лишь 10 нанометров. И структура устроена так, чтобы при своем движении в квантовой яме электроны не испытывали дополнительного рассеяния на примесях, которые их породили. Такой дизайн структуры с помощью квантовой инженерии позволяет создать наилучшие условия для работы высокочастотных транзисторов. В данном случае происходит рост структур в сверхвысоковакуумной камере. Дальше идет перезагрузка из высоковакуумного объема в шлюз. Таким образом всегда сохраняются сверхчистые условия в самой камере. Давление внутри камеры остаточных паров на 11 порядков ниже, чем в атмосферных условиях. Это позволяет практически избежать примесей в данных структурах и обеспечить такой чистый кристалл, которого невозможно встретить в природных условиях. Таким образом, наноинженеры с помощью современных технологий могут формировать новые материалы с заданными наперед свойствами. Создание новых полупроводниковых материалов и структур, состоящих из нескольких разных слоев, в том числе наноразмерных, стало возможным благодаря появлению нанотехнологий молекулярно-лучевой эпитаксии и атомно-слоевого осаждения. Такие приемы дают возможность сочетать различные материалы для получения у наноматериала заданных свойств – электрических, оптических или механических. В молекулярно-лучевой эпитаксии это происходит за счет кристаллизации потоков веществ на подложке. Сегодня на основе гетероструктур работают быстродействующие транзисторы для мобильной связи, радиолокации, интернет-сетей, светодиоды, лазеры и фотодетекторы. За исследования в области физики и технологии лазерных гетероструктур академик Жорес Алферов удостоен Нобелевской премии. Технология атомно-слоевого осаждения использует свойства химических реакций на поверхности. Чтобы получить монослой титана, например, в камеру установки вводят летучие соединения титана, молекулы которого заполняют поверхность ровно на один атомный слой, причем избыток молекул прилипнуть вторым слоем уже не может. Затем в камеру вводят другой газ, который восстанавливает соединения до металла, и на поверхности образуется монослой данного металла. В этом случае число монослоев равно числу циклов переключения газов. Таким способом можно выращивать слои не только металлов, но и оксидов. На этом участке наносится фоторезист, то есть чувствительный полимер, который в дальнейшем при облучении светом сформирует облученные области, которые растворятся, проявятся. И потом можно либо вытравить часть структуры, либо осадить туда металл. Лишний металл с фоторезиста удаляется, и мы получаем заданный топологический узор на пластине. Здесь происходит процесс проявления рисунка, который был проэкспонирован на предыдущем участке. Когда этот узор станет контрастным, это будет означать, что на тех участках, где изображение было засвечено, фоторезист полностью растворился, и поверхность в этих местах открыта для нанесения металла или травления полупроводника. Сейчас можно видеть, что на пластине уже сформировался контрастный узор топологии. Это элементы будущих микросхем. Таких слоев фотолитографии может быть до нескольких десятков, в нашем случае до пяти слоев. После проявления происходит отмывка готовой пластины от остатков реагента и сушка, после которой можно проконтролировать узор. В электронном производстве требуется много типов металлов для формирования контактов. Контакты бывают двух типов. Через одни контакты, их называют амические, протекает ток, а другие контакты, затворные, требуются для управления этим током. И сами они не должны проводить ток. Поэтому используется много металлов, среди них такие, как золото, алюминий, никель, титан и даже вольфрам. И если относительно легкоплавки материалы, как алюминий или золото, можно расплавить вот в данного типа лодочках, когда протеканием электрического тока через молибден или вольфрам, мы можем прогреть этот материал и добиться его испарения. А тугоплавки материалы можно расплавить только другим способом. Это, к примеру, электронно-лучевое испарение, когда мощный луч электронов фокусируется в маленькую область. Тем самым достигается высочайшая плотность мощности и можно добиться в пятне температуры свыше 3000 градусов Цельсия. После напыления пластины проходят термическую обработку для процесса вжигания, когда металлы диффундируют вглубь под действием высокой температуры. В данной установке такой процесс как раз завершен. И можно посмотреть, что произошло с узором металлизации после взрывной литографии. В данном случае мы видим золоченую поверхность контактов с узором, который выполнен с помощью фотолитографии. На этой пластине уже действующие чипы прототипов приборов, которые дальше можно измерять, присоединять к ним контакты, разваривать и исследовать их свойства. Таким образом, мы с вами посмотрели всю цепочку формирования прототипов приборов, начиная от изготовления материалов, формирования чипов и исследования их свойств. А что ждет электронику в будущем? Сумеют ли нанотехнологии обеспечить дальнейшее развитие науки, поиск новых материалов? Конечно. Именно по такому пути идут сегодня наши ученые. Впереди еще много проблем, которые предстоит решать новым поколением инженеров-исследователей в области нанотехнологий. В заключении мы определим, что нанотехнологии находит применение практически во всех областях сельского хозяйства. Растениеводствия, животноводствия, птицеводствия, рыбоводствия, ветеринарии, перерабатывающие промышленности, производство сельхозтехники и т.д. А наночастицы могут образовываться в результате разложения при высокой температуре твердых веществ, содержащих катионы металлов, молекулярные анионы или металлоорганические соединения. Такой процесс называется термолизом. Например, наночастицы лития можно получить с разложением азидолития. На данном слайде представлены темы, которые на задании для СРМ. Работа с научной литературой и подбор материалов для магистрского проекта. Написать реферат по выбранному методу получения наноматериалов. Делать тест с четырьмя вариантами ответов по данной теме.